Здравствуйте, уважаемые дистанции. Сегодняшняя лекция по дисциплине «Экономика минеральных периодов и образовательной программы SM07202. Геология и разведка месторождения полезных ископаемых» авторы Исатаева, Мол Сумбаева и Мадишина. На прошлой лекции мы рассматривали факторы рынка минерального цвета и ресурсы горных предприятий. Сегодняшняя тема – кондиции для подсчета запасов полезных ископаемых. Промышленные кондиции. Кондиции представляют собой совокупность цветов и качественных количеств полезных ископаемых в горно-геологическом и иным условиям разработки. На данном слайде показаны основные параметры кондиции для роботных месторождения. Посмотрим их подробно. Первое – это бортовое содержание. Это наименьшее содержание полезных компонентов. В пробах включаемых подсчет запасов. Оно выражается в месторождении комплексных групп суммы, имеющих промышленное значение содержания полезных компонентов, приеденных содержания условного компонента. Второе – минимальное промышленное содержание полезного компонента в подсчетном блоке базового варианта. Это такое содержание, при котором возникает ценностность минерального сырья, обеспечивая возмещение всех затрат на полученные изоларные продукты при нулевой рентабельности. Третье – минимальные запасы изолирования всех полезных ископаемых. Четвертое – минимальные коэффициенты разнообразных в подсчетном блоке. Применяется в случае невозможности выделить и оккунтурить в процессе биоразведочных работ отдельные и ровные дела. Пятое – минимальная мощность полезных ископаемых. Это наименьшая мощность, которая должна учиться при подсчете запасов. Шестое – максимально допустимая мощность прослоев пустых пород и некондиционных полезных ископаемых. Прослои и участки пустых пород или некондиционных по содержанию ископаемых не должны включаться в контуры балансовых ископаемых. Седьмое – коэффициенты для приведения содержания полезных компонентов в комплексных труб к содержанию условного компонента. Максимально допустимое содержание вредных пинзис по счетам в блоке по выбородке или переработке. В минимальном сыре, кроме полезных компонентов, нередко присутствуют вредные пинзисы. Например, серо- и диоксид титанового фоксида, железо- в керамическом сыре и стеклянных песках. Мышьяк и серо- в густых рудах и серо- и фосфор-железных рудах. Девятое – коэффициент с крышки и максимальная глубина подсчета запасов. Максимальная глубина подсчета запасов определяется для открытого способа разработки предельными коэффициентами с крышкой. Для подъемно-глубинной и подъемной разработки на основе прямых техниках экономических расчетов по вариантам глубинных добычей. Здесь показаны скрышные работы на угольном исполнении. Кондиции в соответствии с этапами изучения и освоения месторождения разделяются на разведочные и эксплуатационные. Разведочные кондиции разрабатываются по результатам разведки и геолого-экономической оценки месторождения для оккультуривания и подсчета запасов по леднике с КФМ и определяют их промышленными ценностями. Разведочные кондиции в соответствии с этапами разведки и геологической оценки месторождения подразделяются на применение и постоянное. Эксплуатационные кондиции разрабатываются в процессе отработки месторождения. Кондиции для подсчета запасов крупных месторождений. Для подсчета балансовых запасов крупных месторождений черных цветных благородных металлов, алмазов, гоно-фимического стиля, оксиды, следы и разведочные кондиции могут включать следующие параметры. Первое. Минимальное промышленное содержание полезного компонента в подсчетном блоке. Второе. Минимальное содержание компонентов крайне выработки. Третье. Условия оконтуривания ровных тел теоретических границах. Пятое. Требования к уделению типов или сортов полезного ископаемого. Пятое. Минимальное содержание в подсчетном блоке определяемое из предельных условий окупаемых предстоящих условных составов. Шестое. Коэффициенты для приведения в комплексных трудах содержания полезных компонентов в содержании условного основного компонента. Семяое. Минимальное содержание компонентов, учитываемые при проведении. Восьмое. Максимальное допустимое содержание в брейках, в принципе, в краю, в бою, в пробе. Восьмое. Минимальные мощности тел полезных ископаемых. Девятое. Максимальная допустимая мощность посвященных пустых пород или некондиционных рудов, включаемых в контур подсчетный запас. Один. Один. Минимальные запасы инсталированных тел полезных ископаемых початок. Двенадцатая. Минимальные качества трудоносности подсчетного блоки. Двенадцатая. Максимальная глубина подсчетных запасов, в принципе, предусматривающих проведение подсчета запасов в хронических обоснованных контурах. И четырнадцатая. Перечень попутных компонентов подсчитываемых совместов в основном компонентах в балансовых запасах хронических. Кондиции для подсчета запасов в хронических обоснованиях, разрабатывающих методом подземного выщелачивания, дополнительно устанавливают максимальное допустимое содержание карбонатов по подсчетному блоку, Минимальное допустимое содержание глины по филизовой факции, водосмещающей толщины относительно к проницаемым рудам, Минимальный коэффициент сентрации по блоку, предельная глубина долегания уровня подземных ходов, Перечень параметров для подсчета балансовых запасов, аналогично такому же для подсчета балансовых запасов. По месторождению негативных полезных ископаемых, а также месторождению общераспространенных полезных ископаемых кондиции для подсчета запасов включается Условия подсчета запасов полезного ископаемого по средствам конечной продукции, Минимальный выход конечной продукции, Минимальная мощность целого полезного ископаемого, Максимально допустимая мощность всех прослоев и некондиционных ходов включаемых в контуру балансовых запасов. И максимальная глубина подсчета запасов, или требования для бесплатного проведения расчета в экономически обоснованных контурах разработки. В основу техники экономического обоснования в станице должны быть положены обобщение и анализы материалов по геологическим, гидрозеологическим и нежемерно-геологическим характеристикам месторождения, обоснование способа и системы разработки месторождения, размеров, потерь и разобороживания надовой производительности средств. Обоснование оптимальной схемы и показатели комплексной переработки нейрального средства по результатам изучения вещественного состава и физико-механических свойств полезного ископаемого. Расчеты технико-экономических показателей освоения месторождения по каждому из вариантов определения оптимального варианта освоения месторождения и соответствующих этому варианту параметров кондиции. Геологоэкономическая оценка в результатах запасов производится на основе рассмотрения экономических показателей, рассчитанных по варианту – базовым и коммерческим. На основе базового варианта устанавливаются потенциальные балансовые забасы на вещественные сражения. В то же время, как коммерческая оценка позволяет оптимизировать честь, которая в данный момент может быть отобрана в условиях конкурентного рынка с реальным экономическим эффектом. Здесь показан список литературы, можете у вас находиться. На следующей лекции мы будем рассматривать тему категории запасов месторождения и прогнозных ресурсов, сортов полезных ископаемых. Спасибо большое за внимание.